Переедание во время ПМС. Почему они возникают? Как с этим работать? Как сделать так, чтобы всегда питаться правильно, без всяких срывов, зажоров и так далее? Сегодня я расскажу о том, какие причины часто способствуют перееданию в этот особый период и расскажу, что делать такое в питании в эти особые дни, чтобы всегда вес был в нормальном состоянии, не в наборе. Очень редко получается в ПМС видеть минус на весах, но мы видим часто плюс на весах и наша задача хотя бы за неделю ПМС не допустить увеличения веса, а просто оставить его на той планке, как это было раньше. Потому что, сразу забегая вперед, в период ПМС чаще всего возникают именно отеки, редко возникает именно набор жировой ткани. Конечно, все зависит от вашего аппетита. Может быть так, что за неделю сильно много ели и реально прибавили. Но за неделю можно прибавить максимум 1 кг. То есть невозможно прибавить 3-4-5 кг жира. А вот воды 3 кг вполне себе можно прибавить за этот деликатный период. Так вот, переходим к причинам. Из-за чего это возникает? Самая частая причина связана с сахаром. То есть возникает увеличение колебаний сахарной кривой в течение дня. То есть когда у нас уровень глюкозы в крови в течение дня примерно одинаковый, понятно, когда мы едим, он становится выше, когда мы не едим, он меньше. Но в ПМС возникают более выраженные скачки. И вот хочется буквально набрасываться на еду для того, чтобы восстановить этот уровень сахаропадающего. И вот состояние возникает такой уж прям до трясучки. Есть прям хочется и остановить этот процесс сложно. И поэтому тем людям, у кого возникают такие особенности, я расскажу, что делать дальше. Но это самая первая причина, это колебания сахара в этот период. И с этим можно работать. Вторая причина, она связана именно с гормонами с половыми, что что-то идет не так, и сильно много прогестерона, слишком затягивается фаза цикла. И, например, у кого-то ПМС длится 3 дня, а у кого-то 14 дней. Вот 14 дней это не очень хорошо, поэтому лучше, конечно, это все сокращать. И это тоже нужно делать, зная свои гормоны и понимая свой аппетит потом вследствие. Поэтому, то есть, это связана вторая причина с половыми гормонами. Третья причина, связанная, ну, наверное, это частое самое, с дефицитами. То есть, в этот период дефициты наиболее максимально себя проявляют. Какие бывают дефициты чаще всего и происходят именно зажоры из-за них. Я для вас подготовила большое видео о дефицитах, вы найдете на моей странице с пометкой «Подарок». И там как раз все по полочкам разложила, какие бывают дефициты, как от них избавиться и как их контролировать. То есть, три причины, которые вызывают зажоры. Повторю еще раз их. Проблема с сахаром, проблема с дефицитами, проблема с половыми гормонами. И что делать в этот период? Самое важное, если это проблема с сахаром, то в период, когда у нас возникает ПМС, мы понимаем, что начинает возникать аппетит, мы просто увеличиваем порцию. Да, можно объедаться полезной едой, и из-за этого растет вес на весах, потому что у нас идет профицит калорий. Но можно все же контролировать этот процесс за счет еды. И более, скажем, выгодные нам такие варианты, как овощи. В овощах очень мало калорий. Например, в одном килограмме кабачков 150 калорий. То есть, это достаточно мало. Поэтому мы можем использовать разные тушеные овощи, может быть, свежие овощи, и добавлять их в большем количестве, чем раньше. Насчет белков. Белки также вызывают сытость, и белки также способствуют более вкусу, потому что чаще всего это не только сытно, но и вкусно. Поэтому каждый прием пищи в период ПМС должен быть определенно точно с белками, с большим количеством клетчатки. Например, завтрак может быть не стандартный, не какой-нибудь там омлет, два огурца и кусочек хлеба, а прям совсем другое, например, это отварная курица или запеченный любой способ приготовления, который вам нравится. Овощной салат, например, винегрет. И плюс к этому, ко всему, мы чуть увеличиваем уровень простых углеводов за счет более, скажем, полезных сладостей, такие как сухофрукты. Например, добавляем 4-5 фиников. И вот такой не очень стандартный завтрак, но он реально сытный, его хватает надолго, и из-за того, что мы съели финики, достаточно будет долго сахар в крови. Высоким, и, соответственно, не будет вот этого ощущения, что что-то не хватает сразу после еды. Поэтому попробовать можно внедрить такой вариант. Что касаемо обедов. Как выстроить обед? Здесь, если с утра, тем более, было мясо, например, курица, то в обед можно пожирнее выбрать рыбу. Либо скумбрию, либо слабосоленую семгу, либо, может быть, просто какая-нибудь кита. Любая рыба, которая пожирнее. По количеству где-то 250-300 грамм. Если это слабосоленая семга, то не больше 100 грамм, потому что слишком будет большой уровень соли, который будет вызывать потом еще и жажду, и, возможно, снова будет подталкивать нас на переедание. Поэтому лучше, как я уже сказала, обращать внимание на то, чтобы была порция посытнее. Поэтому, например, 300 грамм более жирной рыбы. Добавляем 200-300 грамм овощного салата. Также отдельно можно добавить картофель запеченный или отварной. И на десерт также оставляем фрукт. В итоге у нас получается прием пищи 600-700 грамм сытный и не сильно калорийный. Как завтрак, так и обед, они вместе дают нам тысячу примерно калорий. Вот что касается ужина, потому что это самый опасный момент, потому что мы именно на ужин начинаем переедать. И проблема с ужином заключается в следующем. Мы не должны делать его суперранним ужин. И не должен быть ужин с большой паузой. Например, обед у вас был в час, а ужин в 7 вечера. Это сильно большая пауза. Вы столько не выдержите. И будет вечером 100% переедание. Поэтому сместите обед где-то так, чтобы это было в районе 4-3 часов дня, а ужин в 7-8 вечера. Это будет более маленькая пауза. И, соответственно, лучше будет самочувствие у вас именно по состоянию голода. Что лучше всего выбирать на ужин? Также оставляем белок. И желательно его сделать разным. Например, яйцо. Добавляем также еще тунец, к примеру. Добавляем бобы. Например, это фасоль. Делаем такой салат. Добавляем листья салата, кукурузу. Заправляем это можно лимонным соком, оливковым маслом. И, на самом деле, может быть абсолютно любой салат. Главное, чтобы там было два разных варианта белка. Например, как я уже сказала, это растительный в формате бобов. Плюс еще вариант яиц прекрасно подойдет для ужина. Поэтому вы можете выбирать, исходя из своих вкусовых предпочтений. Но я бы посоветовала это яйца с растительными какими-то вариантами белка. Что еще в этот момент нужно добавить? Это обязательное количество жидкости. Потому что в течение дня, если даже мы не успевали пить воду, забывали, то здесь надо сконцентрироваться над этим. Потому что чувство голода и жажды не похожи. И поэтому перед ужином выпиваем прям большой стакан воды. И потом сразу можно ужинать. Порция салата должна быть минимум где-то 300 грамм. И потом можно еще выпить чай. Касаемо сладостей можно, нельзя. Если чувствуете, что после такого салата еще остается это желание съесть сладкое, то вы также можете съесть 2-3 финика. Ничего катастрофического не произойдет. И сильно за калорийность вы не уйдете. Что я не советую делать в этот период? Активно тренироваться. Потому что вы будете тратить калории. И соответственно будет аппетит чуть больше. А он и так в ПМС больше. Поэтому нагрузка должна быть лайт формата. Это, например, просто прогулки. Или вышагиваем шаги 10 тысяч шагов. Либо это может быть какой-то спокойный вариант плавания. Или растяжка. Но не интенсивно. Там, где у вас нет высокого пульса. И тогда мы получаем более стабильный в течение дня аппетит. Если это связано со второй причиной. С причиной гормональной. То я бы посоветовала больше уделять внимание жирам. То есть на завтрак вы добавляете прямо одно целое авокадо. К примеру, это были яйца, авокадо, зеленый салат. И плюс, например, 2 или киви. 2 или даже 3 можно съесть. То есть слишком много зеленых овощей. Плюс еще белок. И плюс еще жиры. На обед тоже такой вариант прекрасно подходит. Как, например, зеленый салат. Или, например, брокколи. Мы ее можем пожарить. Можем запечь. Можем отварить. И большой кусок, опять-таки, рыбы. Например, не слабосоленые, а обычные семги. Либо кумбрии, форели. Неважно. Главное, чтобы это была жирная рыба. 250-300 грамм примерно. И также дополнительно может быть фрукт, например, зеленое яблоко. И не забываем еще одно авокадо в этот прием пищи. Потому что, да, жиры полезные, омега-3 есть в рыбе. Но не будет точно лишним, если мы добавим авокадо. По количеству, примерно, даже если это 300 грамм авокадо в сутки, в среднем один авокадо, 150 грамм. 300 грамм – это немаленькое количество калорий. Но не надо переживать за это. Все равно много жира не наберете. Но зато будет стабильное пищевое поведение. И не будет вас тянуть на что-то лишнее. Например, на салаты, в которых изобилие майонеза. Или на какие-нибудь бургеры, к примеру. И дальше, касаемо ужина, здесь я бы посоветовала вариант, например, с яйцами. С добавлением туда сыра, например, моцареллы. И добавлением можно еще орехи. То есть зеленый салат, например, бруссельская капуста. Добавляем туда кедровые орехи, 2 отварных яйца дополнительно. И можно добавить моцареллу. Такой вот получается салат, которым можно лимонным соком заправить и небольшим количеством оливкового масла. Если после этого остается опять голод, потому что порция опять большая, выходит где-то грамм 300, но все равно голод, то в этом случае нужно будет выпить теплый сладкий чай. Сладкий это не значит, что туда нужно много сахара добавлять. Я бы посоветовала его даже сделать более пряным. Например, добавить туда корицу, добавить какие-то фрукты. Например, облепиху. Облепиха это правда не фрукт. Но добавить туда что-то, что даст нам яркий вкус. Например, даже можно апельсин туда. Апельсин, облепиха, мед сделать такой. Чай, который будет очень яркий, кислый, сладкий на вкус, который также будет заполнять желудок и также будет давать ощущение сытости. Поэтому мы рассмотрели два варианта. В первом варианте, когда был высокий сахар. Второй вариант, когда были проблемы с гормонами. У нас все гормоны нуждаются в жирах. И поэтому во втором варианте мы увеличивали жиры. И третье, если это дефициты, то как здесь питаться? В первую очередь, если они есть, надо не забывать пить витамины, восполнять эти дефициты. Потому что это будет еще большая провокация съесть что-то лишнее. Поэтому если дефицит в железе, то мы стараемся добавлять продукты, которые обогащены железом. Например, с утра можно также делать какие-нибудь печеночные оладьи с гречкой и овощным салатом. В обед это может быть говядина вместе с овощным салатом и гранатный десерт. И ужин может быть в формате рыбы с добавлением салата. И плюс еще допустим тот же самый гранатный десерт. Вот большие получаются порции, что в первом варианте, что во втором, что в третьем. Но главное понимать, из-за чего у вас такие особенности в питании. Когда мы их убираем, реально легко становится. То есть происходит следующее изменение. Вы практически не чувствуете, что что-то происходит с вашим аппетитом. То есть вот он как неделю назад, как две, так и три был такой же. И не происходит вот этого именно ночного переедания, потому что вы убрали эту причину, которая провоцировала зажор. Поэтому многие борются с ним просто силой воли. Стараются ничего не есть, просто терпеть, тренироваться еще активно в этот период. А потом наедаться. И все это по замкнутому кругу. Поэтому я предлагаю начать с самого простого. Проверить себя на дефициты. Как я уже рассказывала, у вас есть это видео, и там подробная инструкция, как это сделать. Поэтому переходите, забирайте этот подарок, применяйте. Если с дефицитами все в порядке, тогда идем в сторону гормонов, либо более четко исследуем свой сахар. Но в любом случае пробуйте делать меню уже сейчас. Внедряйте все те варианты, которые я рассказала, и пишите о своем самочувствии. Я вам желаю стройности, здоровья, и пусть у вас все получится.